Уважаемые земляки, 70 лет отделяет нас от событий 9 мая 1945 года, когда вся страна и все жители нашего города услышали долгожданную весть о победе. Весть, вместе с которой в сердцах людей зарождалась надежда на скорое возвращение с фронта родных и близких. Вера в новую мирную жизнь. А рядом с великой радостью столь же великая скорбь от тех, кто уже не вернется никогда. В России нет семьи, которую не опалило бы огненное дыхание смертельных боев, которая без потери и лишений прожила те суровые годы. Мы всегда будем помнить, какой ценой досталась нам победа. Мы в неоплатном долгу перед ветеранами, тружениками тыла, всеми, кто вынес на своих плечах все тяготы войны, проявив массовый героизм, мужество и беззаветную любовь к родине. В те грозные военные годы Берчанин вместе со всем советским народом, с оружием в руках защищали землю от фашистских захватчиков и самоотверженным трудом помогали приближать долгожданную победу. Город Берст внес немалый вклад в общую победу. За годы войны каждый тренер-чанин ушел на фронт. Не вернулся каждый второй. Невиданную стойкость и мужество проявляли наши земляки на фронтах и в пылу. Их радный подвиг отмечен многочисленными высокими правительственными наградами. Будучи глубоко тыловым, город Берст работал под девизом «Все для фронта, все для победы». За четыре года войны в Берчане отправили на фронт несколько десятков тысяч комплектов обмунирования, валенок, рукавиц, Берст поставлял муку для муж с фронта. Сам город превратился в военную школу, где проходило обучение бойцов Красной Армии. Только военно-авиационной школой было подготовлено 788 военных летчиков. В Великую Отечественную войну Берст вошел на рабочие поселки с населением 6 тысяч человек. За три года войны за счет эвакуированных население увеличилось в более чем четыре раза, в составе 28 тысяч человек. 9 февраля 1944 года Берску был присвоен статус города. Спустя 35 лет после победы, 9 мая 1980 года, в Берске при огромном стечении жителей был торжественно открыт мемориал славы в честь подвига верчан на фронтах и в Пилову. Право зажечь вечный огонь было предоставлено кавалеру трех орденов славы, сибирскому снайперу, лично уничтожен всего 230 фашистов, Дмитрию Ивановичу Степкову. Автор мемориала, художник-монументалист, заслуженный деятель искусств Российской Федерации Александр Сергеевич Шеннабродцев. Этих людей уже нет с нами, но их дети сегодня стоят в почетном президиуме, как символ не обрывающейся ниточки, связывающей поколение, поколение победителей и нас, живущих ныне. В 2015 году в Новосибирской области был реализован масштабный историко-просветительский проект «Знамя Победы». В конкурсе принимали участие все районы и города Новосибирской области. Победителям конкурса должно было вручаться копия легендарного «Знамя Победы». Берчане активно включились в борьбу за «Знамя Победы». Накануне 9 мая были подведены итоги, и город Берц был признан победителем. «Знамя Победы» — наше, и мы сегодня его пронесли в колонию бессмертного полка. Уважаемые ветераны, нет таких слов, которым можно было в полной мере передать всю благодарность за ваш бессмертный подвиг в самой жестокой войне. Низкий поклон за то, что вы, не щадя своей жизни и своего здоровья, отстояли нашу Родину и не дали ее на растерзание фашистов. Спасибо вам за мирное небо, за будущее, которое у нас есть благодаря вам. Живите долго и будьте счастливы. Ваше самоотверженное служение отчизны будет вечно служить ярким примером для всех последующих поколений граждан нашей страны. Всем берчанам и всем россиянам желаю мирного неба над головой, счастливой и достойной жизни. С праздником всех земляки, с 70-летием Великой Победы!